Привет! Моя змея ровно 5 месяцев. Она переехала в новый дом. Набрала несколько сантиметров ростик. Ест, пьет, спит, ползает по квартире и прячется в разных местах. Судя по ее поведению, она всем довольна. Ну а я довольна ей. Это новый террариум. Поилка и укрытие переехала из старого дома. В качестве декора я решила использовать обычную корягу из леса. Еще в новом доме есть термоковрик и влажная камера. Они постоянно на месте, но сейчас для съемки они не нужны, и мы их убрали. С наступлением отопительного сезона в квартире стало менее влажно, и момент с линкой был слегка упущен. Влажная камера пересохла, и змею не удалось полинять целиком. Опытные люди подсказали, что так оставлять нельзя. Нужно помочь полинять змею до конца. Технология простая. Смачиваем змею водой и очень нежно стягиваем оставшуюся кожу. Процесс кормления змеи тоже слегка изменился. Она так активна, что нет никакого смысла подсовывать ей мышонка прямо под нос. Чтобы у змеи развивался охотничий задор и тяга к исследованиям, надо усложнить процесс поиска еды. Если раньше его не было совсем, то теперь мышонок ждет где-нибудь в укромном месте. Как сейчас. Он лежит на самом верху коряги. Надо сказать, что змея моментально понимает, что где-то рядом есть еда. Ее движения становятся более резкими и стремительными. Обычно поиски длятся не более 10 минут. Линяет она по-прежнему приблизительно раз в месяц. В качестве еды получает голышей один раз в 5 дней. Из-за отсутствия опыта непонятно, когда переходить на более крупных мышей для кормления. Однажды, еще месяц назад, в зоомагазине посоветовали попробовать дать одну мышку более крупного размера. И посмотреть, справится ли с ней змея. Мышь была чуть крупнее, которая слегка начала опушаться. Змея съела ее. И никаких негативных последствий не было. Но на всякий случай в меню остались по-прежнему только голыши. Подскажите, пожалуйста, в каком возрасте нужно переходить на более крупный корм? Буду ждать ваших советов. Продолжение следует... Продолжение следует...